Итак, для всех тех, кто интересуется самообороной и рукопашным боем в экстремальных условиях, сюда все очень хорошо. Я хочу сегодня отметить одну очень важную деталь. Когда конфликты или схватки или уличные драки происходят в дневное время или в условиях искусственного освещения, когда вы видите противника, это одно. Но когда конфликт или возможность вашей самозащиты происходит в вечернее время суток, когда сумерки и у вас есть условия плохой освещенности, то тогда вы должны понимать, что вот сейчас я плохо вижу, что вокруг происходит, несмотря на то, что есть фонари. Вот ко мне подходит человек и бьет неожиданно в голову. Я сейчас знаю, что он делает, но если бы я не знал и человек опустил руки, он подошел ко мне на предельную дистанцию и неожиданно нанес удар в голову, то для меня лучше всего не рисковать и не использовать техники, которые я с охотой использую в спортивном зале. То есть блоки, какие-то техники, допустим, боковой удар в голову, уклоны, контратаки вместе с блоком. То есть это все очень эффективная, хорошая техника. Еще раз удар сюда. Все очень хорошо. И мне она тоже очень нравится. Но как только возникает условие плохой освещенности, я не вижу человека. И поэтому мне лучше не рисковать. И если идет удар, удар, я лучше все-таки буду отклоняться, отклоняться. И потом, если необходимо, буду атаковать. Другой очень важный факт состоит в том, что если в руках у человека нож, то в сумерках вы его тоже не увидите. Сейчас я его вижу. Да. Вот сейчас света нет, я его опять не вижу. И если следует резкий удар в шею, удар, мне все-таки лучше уклониться вообще от любого быстрого движения, которое летит на меня. Удар. Сюда. В этом как раз будет больше, как говорят, страховки, больше надежности. Это может на самом деле спасти жизнь. Вот это очень важный момент. В реальном рукопашном бою, в экстремальных условиях и в условиях самообороны, в реальной обыденной жизни, очень важно понимать, что существует огромное количество факторов и условий, которые влияют на эффективность вашей защиты. И условия освещенности – это один из важнейших факторов, потому что все-таки 80% информации человек получает из зрительного анализатора. И если что-то ему мешает, что-то мешает вам видеть окружающее пространство, и тем более быстрые движения, собственно, из которых и состоит рукопашный бой. Необходимо это учитывать и применять именно ту технику, которая может вам служить более надежно, чем если бы это было в комфортных условиях того же спортивного зала. Вот об этом я сегодня хотел вам рассказать. Всех благ, удачи! Внимание! Если вы интересуетесь темой личной безопасности и хотите больше узнать о системе экстремального рукопашного боя и самообороны, заходите на сайт extreme-fight.org. Здесь вы найдете достоверную информацию о теории и практике системы экстремфайт, обучающие материалы по основам самообороны, экстремального рукопашного боя и физподготовки, сможете задать вопрос на почту сайта и многое другое. Заходите на сайт extreme-fight.org, подписывайтесь на новости, и помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. Продолжение следует...